Угрожающая статистика. Каждые 12 часов обрывается жизнь одного человека, пострадавшего от инсульта. Сценарии этой болезни всегда одинаковые. Внезапная слабость, помутнение сознания, головная боль, вызов скорой помощи, а далее все как в тумане. Инсульт редко возникает внезапно. Как правило, накануне людей начинают беспокоить так называемые симптомы-предвестники. Если их лечением заняться вовремя, болезнь можно предотвратить. Медики говорят, за последние пять лет отмечается существенный рост заболеваемости инсультом. Если у нас раньше было 4 500 человек, то сейчас 4 600 человек. Поэтому этот рост отмечается, причем преимущественно в трудоспособном возрасте. А учитывая, что инсульт приводит к глубокой инвалидизации и высокой смертности, он идет практически на третьем месте после ОНМК, в смысле после ЭБС, ишемической болезни сердца и онкологии, это значимая проблема в нашей области. Только за прошлый год в Брестской области инсульта диагностировано у 4 500 человек. В группу риска входят люди, страдающие гипертонией, ожирением, заболеваниями сердца и сахарным диабетом, а также злоупотребляющие вредными привычками. Зачастую факторами риска являются стресс, высокий уровень холестерина, наследственность и низкая двигательная активность. Проводят большую работу кардиологическая служба области в плане профилактики и коррекции для достижения целевых значений цифр у лиц с артериальной гипертензией, которая является фактором номер один в области. Кроме того, большую роль играет кардиологическая служба в области с нарушениями ритма сердца. Большую помощь оказывает также энтерогенологическая служба, где сейчас создан банк данных пациентов и проводят обследования больных с сахарным диабетом. То, что тоже является значимым фактором в развитии данных заболеваний. Пациент сам может, глядя себя в зеркало, распознать первые признаки. Это асимметрия лица, нарушение речи, это сила в руке, сравнение силы справа и слева. Если человек видит какие-либо изменения на лице, мы ориентируем пациентов на как можно быстрое обращение к врачам. Это вызов скорой помощи. Если уже мы на приеме видим эти признаки, мы тоже оказываем первую помощь. Первая помощь состоит в том, чтобы уложить пациента, то есть создать ему покой, померить артериальное давление. При высоких цифрах артериального давления мы оказываем гипотензивную терапию. Параллельно вызывается скорая помощь. За амбулаторным этапом всегда следует стационарный. В Бресте работают три стационара с неврологическими отделениями. Об этом мы не только говорили на пресс-конференции в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Встреча состоялась в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом. В зависимости от тяжести инсульта пациент попадает либо в отделение реанимации, либо в сосудисто-неврологическое отделение, где оказывается специализированная помощь в виде тромболизиса и нейропротекторной терапии. Следите за своим здоровьем и не игнорируйте симптомы-предвестники инсульта. Ведь если пропустить первые минуты и часы этого грозного заболевания, процесс может стать необратимым. Инсульт – та болезнь, которая практически всегда заканчивается инвалидностью или летальным исходом.